Мисс Россия 2006. Татьяна Котова. Мечта многих российских мужчин. А 12 лет назад Татьяна сама мечтала. Пусть он увидит, оценит, полюбит. Мальчик из параллельного класса. Я выходила, например, из класса. Я знала, что у него рядом в кабинете идет урок биологии. Я понимала это, и я шла специально мимо, чтобы как-то показать себя. В это время у меня колотилось все внутри. У меня сердце просто выскакивало. Неделя, месяц, год мучилась первая красавица от несчастной любви. И как бы скептически к этому не относились взрослые, но психологи уверяют, безответная любовь в школе самая трагичная. Потому что именно в 12-13 лет происходит резкая смена гормонального фона. И организм ребенка не справляется с эмоциями. Да, самый незащищенный в плане любви, наверное, контингент людей – это подростки и школьники. И, конечно, любит ребенок очень трагично. Первая любовь безответная ранит. А все потому, что не хватает смелости признаться в любви. Вот и Татьяна, как оказалось спустя годы, страдала зря. Я ему рассказала, что я в тебя в то время влюбилась. Он говорит, ты знаешь, я тоже в тебя влюбилась, но я был настолько робкий, что я не мог к тебе подойти. И меня тоже, говорит, охватывало такое чувство. Жалко, что не призналась раньше. А вот и нет. Возможно, безответная любовь помогла Татьяне стать звездой. Безответная любовь разбудит в человеке такой резерв внутренних сил, который, возможно, ничего кроме нее бы не разбудило. Да, первые три месяца человек мучается. Зато следующие три благодаря несчастной любви можно горы свернуть. Это стимул для того, чтобы пойти в фитнес-клуб. Это стимул для того, чтобы пойти учиться. Используйте свою любовь, не бросайте ее просто так. Она сама от вас уйдет. Максимум через два года. Доказанный факт. Зато все, чего успели добиться, останется. Три года назад Корнелия Манга, как она считает, написала свои лучшие песни. Почему? Потому что любила его, а он ее нет. Мне хотелось все время доказать ему, что я лучше, я сильнее, я интереснее, чем, может быть, те девушки, которые вокруг него, чтобы он обратил на нее внимание. Она была для него другом. Но только другом. Было тяжело. Находиться рядом с любимым человеком, выслушивать все его переживания, секреты, а о своих чувствах ни слова. Переживания проходили ужасно. Я все время была в такой тревоге какой-то. У меня все время не было аппетита. Вот. Но это было даже здорово, потому что я похудела тогда. Я помню даже там на размерчик. Это уж точно. Через год любовь к Корнелии прошла. Зато дружба осталась. Да, мы до сих пор дружим. Мы лучшие друзья. Также общаемся, встречаемся, гуляем, отдыхаем, смотрим фильмы. Но все равно психологи советуют признаваться в любви. Сделайте все, что вы можете сделать. И если вы слышите «нет», «нет» тоже ответ. Потихонечку разворачивайтесь на пятках на 180 градусов и идите строить свою жизнь. Но в трех случаях из пяти вам ответят взаимностью. Так показывает практика. Отчего же не рискнуть? Елена Третьяк, Кирилл Бутырин, Дмитрий Киеновский, Первый канал.